Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 она всё равно является чем-то настолько присущим художнику, писателю, режиссёру, и желание слушать историю, что, опять-таки, настолько присуще зрителю, что так или иначе искусство возвращается к этой идее нарратива, к этой идее повествования. И у художников, о которых мы будем говорить сегодня, это художники-рассказчики, это художники, занимающиеся историями. Но это своего рода зависть к истории, которая существует, зависть к нарративу, что художники, которым хотелось бы создавать такие же удивительные придуманные миры, придуманные сюжеты и персонажи, как это создают кинематографисты или романисты. Но для художника любой художник понимает, что это, собственно, не его занятие придумывать истории, персонажи и так далее. Поэтому в этом всегда есть элемент фрустрации. То есть я хочу рассказать историю, но я понимаю, что то медиа, которым я занимаюсь, не совсем для этого создано. И оба этих художника – это такие немножко фрустрированные рассказчики, которые могут рассказать историю, но эти истории будут гораздо более эфемерными, чем те истории, которые существуют в книге или существуют в кино, потому что, наверное, сегодня кино – это главный рассказчик истории, который существует. Это художники, которые утверждают, что они вдохновляются кино, они вдохновляются книгами, но они всегда не стремятся с ними соперничать. Потому что то, что есть в историях рассказанных художниками, всегда есть невероятная эфемерность. Это не книга, которую можно перечитать, это не фильм, который можно пересмотреть, это история, которая существует здесь и сейчас во время выставки. А что такое выставка? Выставка – это место. И поэтому, если традиционное искусство рассказывает истории через картинку, через репрезентацию, через фигуративную живопись, у нас вся про историю, то современные художники рассказывают истории, не будучи, не занимаясь при этом фигуративным искусством. А у нас будет сегодня не очень зрелищная на самом деле лекция, потому что истории эти не проиллюстрированы. Это умение рассказывать истории не в виде иллюстрации к этим историям, которые они сочиняют. Это история, которая рассказывается через место. Место события, место повествования, место некого сюжета. Поэтому и Доминик Гонзалис Фёрстер, и Патрик Кореон занимаются инсталляциями, объектами и находят некие другие практики, особенно Патрик Кореон, для того, чтобы искусство могло заниматься этим рассказыванием истории и выполнять одну из главных потребностей, которые существуют в творчестве. Это рассказывание истории, рассказывание вымысла. Доминик Гонзалис Фёрстер – французская художница, принадлежащая к тому поколению художников по Франции, с которых запускается так называемая эстетика взаимоотношений. Термин, придуманный в начале 2000-х годов французским критиком и куратором Николай Бурео. Эстетика взаимоотношений – это эстетика взаимодействия со зрителем. Это искусство, которое построено на том, что художник создает не зрелище, а ситуацию, во время которой зрители могут взаимодействовать друг с другом. Это ситуация общения, это ситуация коммуникации, и могут взаимодействовать с тем пространством, с тем местом, которое создает художник. Ну и с того, что вы, наверное, знаете, если вы ходите в гараж, вот была здесь выставка Рикри Татирования, которая, собственно говоря, один из главных представителей этой эстетики взаимоотношений. И то, с чего начинала свою карьеру Доминик Гонзалис Фёрстер, выглядит как эта работа с повседневными предметами, в странных конфигурациях. Но это не столько ready-made, сколько не столько объекта, сколько пространства. Это некий первый цикл её работ. Это были так называемые комнаты. Комнаты, которые придуманы не как зрелище, а как некая ситуация. Комнаты, которые придуманы, тоже что очень важно для художников поколения эстетики взаимоотношений, это обыгрывание музейного пространства, галерейного пространства, выставочного пространства. Это работа с гранью между частным пространством и публичным пространством, потому что по определению музей и галереи являются публичными пространствами, а то, что предлагают в них художники, то, что предлагают сделать, например, Гонзалис Фёрстер, она превращает это пространство публичное в своё частное пространство. Мы приходим в гости к художникам, мы приходим в какую-то частную ситуацию, которая не очень зрелищна, но в которую мы попадаем в какое-то другое поле, в поле чужой интимности, в поле чужих переживаний. И вот такая вот инсталляция, например, 1992 года, которая называется «Наши 70-е годы», строится вокруг вот этой вот самой ткани. Это ткань, которую мать художницы в 70-е годы привезла из Индии, потому что 70-е и 60-е – это было время такого массового паломничества европейцев в Индию. И через эту ткань достаточно банальную создаётся ощущение некого путешествия, некого семейного, не столько путешествия в Индию, сколько путешествия в прошлое, путешествия в детство. Речь идёт не об Индии, речь идёт о том, чем были 70-е годы для европейцев, для поколения родителей художницы и для неё самой. Это всё-таки комнаты с историей, это комнаты, в которой… Другие комнаты, которые она создавала, это комнаты, которые являются чистой обстановкой, чистым неким атмосферным пространством, в котором зритель волен или не волен досочинить свою историю. Вот этот тревожный красный цвет гостиничного номера – это пространство, в котором мы не знаем, можем мы там остаться или не можем, это наш гостиничный номер, или мы нарушили чужую прайваси, оказавшуюся в нём. Могут быть самые разные ситуации, это может быть просто набор шаров, в которые, может быть, можно поиграть, может быть, они остались после чьей-то игры. Это может быть, поскольку комнаты она делает постоянно, вообще некие пространства, это постоянный формат, с которым она работает. Это может быть вот такая вот комната, которая посвящена названию, это инициалы Райнера Вернера Фассбендера. И если понять это, то видно, насколько этот интерьер действительно отсылает к таким тяжёлым, мрачным, казённым интерьерам, в которых Фассбендер снимал свои фильмы 70-х годов. Это может быть комната, в которую нельзя войти. Это музейная выставка, ретроспектива художницы в центре Помпиду, в котором была одна-единственная комната, в которую нельзя было войти, потому что ключ от этой комнаты был у одного конкретного человека, знакомого художницы, писателя. И это комната, про которую известно только то, что ключ от неё находится у этого человека, и больше о ней неизвестно ничего, это некий элемент тайны. И увлечение комнатами, увлечение созданием этих пространств между приватным и публичным привело Доминика Гонзалес-Фёрсту в том числе к тому, что она сделала, не будучи архитектором и не будучи дизайном интерьеров, она сделала дом для японской коллекционерки, для которой был вопрос в том, чтобы сделать дом, который, во-первых, может вместить в себя её коллекцию современного искусства, во-вторых, может быть домом, который сам по себе будет произведением. Поэтому это дом не архитектора, а дом художницы, дом, придуманный как произведение искусства, дом, в котором для Доминика Гонзалес-Фёрстера было очень важно выйти ещё за территорию, на которой существует художник. Потому что как только ты выходишь в другое пространство, начинаешь, а у неё довольно много было выходов в разные другие области, сотрудничество с актёрами, сотрудничество с музыкантами, сотрудничество с архитекторами, и строителями в данном случае, потому что это диалог, в котором ты можешь узнать что-то новое, в большей степени уже, чем в диалоге с другим художником. Хотя для Доминика Гонзалес-Фёрстера эти диалоги с другими художниками также очень важны. И она из той генерации, вот этой генерации французских 90-х годов, художники, которые появились в конце 80-х, в начале 90-х годов, на арт-сцене, у которых опять были приняты коллаборации и совместные проекты. И вот среди её постоянных друзей и соавторов были Пьер Уико, о котором мы говорили, и Филипп Параночь, её выставку, фильм про Мерилину Монро, вы, я надеюсь, видели, потому что тоже показывался в гараже. Это как бы, что это за генерации, что это за авторы. И вот такая вот абсолютно пустая одна из самых знаменитых комнат, комната в городе, комната, в которой нет почти никаких предметов обстановки, комната, в которой из всех предметов обстановки есть телефон, радиобудильник, часы и газеты. То есть это комната, вся обстановка, которая отсылает к тому, что находится вне этой комнаты, к миру за пределами этой комнаты. Это комната, обставленная приметами внешнего мира. Это то, с чем ты можешь связать. Газета, часы, радио, то, что подаёт сигнал внешнего мира. Это как бы в 96-й год ещё не было, всё ещё не было цифровым. Потому что когда всё стало цифровым, и всё это оказывается просто в телефоне, то вообще эта граница между внешним и внутренним, она окончательно размывается. И эта история про границу между внешним и внутренним миром, между приватным и публичным, это, опять-таки, один из постоянных сюжетов, с которым художница работает. И вот как по-другому этот сюжет разыгрывается уже в видеоинсталляции, где есть видеопроекция маленькой девочки, которая как бы взаимодействует с тем, что происходит за пределами того пространства, в котором она находится. И мы сами не очень понимаем, она находится в том же пространстве, где мы, или она находится вовне этого пространства. Покажите, пожалуйста, первое видео. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и что касается того, что находится вовне, этот внешний мир, его безграничность тоже очень интересует Гонзалес Фёрстер. И один из ранних циклов её работ, в которых она начинает, это видеофильмы, снятые в разных городах мира, в разных городах, в которых она бывала. Она очень много путешествует, она сейчас живёт между Парижем и Рио-де-Жанейром в Бразилии. Бразилия для неё одна из любимых стран. В данном случае это город Бразилия. Там много разных городов, в основном городов неевропейских. Это Бразилия, это Тайпе, это Гонконг, это Рио-де-Жанейро, опять-таки, это Киото. И почему именно эти города ей важны? Что это такое? Потому что это города с неким альтернативным образом модернизма, с неким альтернативной картиной модернизма. А Бразилия, застроенная Оскаром Немеером, город, который сам по себе является одним из манифестов архитектурного модернизма. И архитектура, поскольку если рассказывание истории держится не на картинке, а на месте, то, естественно, для художницы, которая занимается этим рассказыванием истории, важнее всего, очень важно само понятие о месте, место, ландшафта, психогеографии, изучение городов и изучение архитектуры. И, опять-таки, ее поколение, это поколение художника, поколение, которое воспитывалось с идеей постмодернизма, постмодернизма, которая начинается как критика архитектуры, которая начинается как критика модернизмской архитектуры, которая в какой-то момент вызывает разочарование, кажется, непригодное для жилья и бесчеловечное, что это некая утопия, которая не состоялась. И уже для другого поколения, немножко следующего поколения, которое с этой идеей постмодернизма вырастает, важен возврат к модернизму, возврат к этой, чем могла бы быть эта утопия. И поэтому важны именно не европейские города, и важна в основном Латинская Америка, как страны некого альтернативного модернизма, которые, собственно говоря, Газелли Сферстера изучает, альтернативного, потому что это модернизм, перенесенный в другой климат. Это модернизм, который... Модернизм в тропиках, и модернизм в городах, которые не пострадали, если говорить не об Азии, а о Латинской Америке. Модернизм в городах, которые не знают разрушения Первой и Второй мировой войны. Здесь ничего не возникает на месте разрушенного. Здесь всё эволюционирует. Эволюционирует в неком другом климате, с другой растительностью, эволюционирует в тропиках. Это модернизмская архитектура, которая становится некой архитектурой параллельного мира. И пространство, исследование этих пространств, других городов, других стран, каким образом можно их перенести в музей, каким образом можно напомнить о них, это тоже часть её инсталляционных практик. Вот такая комната, в которой напоминают бассейны, в которой разложены пляжные полотенца. Эта комната отсылает к названию пляжа в Гонконге. Как можно обозначить пляж? Можно достаточно не водой, достаточно просто положить несколько полотенец. И таким образом создать в этой стране немножко клаустрофобичное помещение, ощущение некого курорта, ощущение вот этого самого юга и тропиков. Вообще тропики – это ощущение экзотики. Вообще тропики – это одно из её любимых слов. А тропикализация как раз помещение, как кажется, очень стерильная, очень строгая архитектура модернизма в мир, в котором эта архитектура зарастает какими-то невероятными джунглями, в мир, в котором эта архитектура абсолютно по-другому обживается иным образом, чем она обживается в Европе, мир, в котором она утрачивает свою музейность. Поэтому один из её первых проектов назывался, это очень минималистская, даже не инсталляция, это жест. Это тропическая современность, тропический модернизм, сделанный в павильоне Миссавандерой в Барселоне. Это один павильон, построенный к Всемирной выставке, павильон, который считается как раз таким манифестом предельно чистого, предельно очищенного от всего лишнего модернизма Миссавандерой, один из представителей Баухауза. Что она делает в этом павильоне, где есть небольшой бассейн внутри? Она кладёт эти же самые пляжные полотенца, предлагая некий другой вариант обживания этого пространства, когда это не выставочный павильон, когда это могла бы быть вилла, когда это могла быть какой-то другой климат, когда это могла бы быть какая-то другая вот эта вот тропическая жизнь. Как можно это ощущение тропиков, это ощущение других городов инкорпорировать в европейские, в основном, музейные залы? Вот сделав этот Бразилия холл, сделав просто через надписи, через ковёр с травой, имитирующий траву, которая помещается в каком-то европейском музее. Целый проект, который она делает для университетского кампуса в Антверпене, который называется «Тропикализация», каким образом эту предельно европейскую страну с предельно умеренным климатом, как можно с суровым европейским модернизмом, который как раз кажется очень таким нефрендли, это кампус, это очень строгим и бесцветным, как можно внести туда какие-то элементы, которые отсылают к этой самой тропикализации, как можно напомнить о том модернизме, который действительно в южном климате, в неевропейских странах начинает цвести пышным цветом, потому что, может быть, самые грандиозные постройки, модернизм, это постройки находятся за пределами Европы, это тот же самый город Бразилия, и даже город в Индии, Чендигарх, где полнее всего осуществился замысел Ле Корбюзье, Ле Корбюзье, который всегда мечтал построить целый город, который нельзя было, предлагал для этого снести, то ли пол Парижа, то ли пол Москвы, то ли еще половину чего-нибудь, и поскольку в Европе никто ничего сносить не захотел, то вот такой грандиозный проект, целиком город, он построил в Индии, это город Чендигарх, и как можно элемент, опять-таки, в абсолютно другой природе, в другом климате, где все становится более плодородным, более изобильным, и вот этот тропический модернизм, как можно попытаться эту витальность, которую этот модернизм может обрести в других странах, как можно ее каким-то образом обозначить на этом самом скучноватом европейском кампусе, какими-то деталями, принеся камень из других стран, сделав бассейн, обозначив, просто сделав несколько жестов, несколько знаков, которые позволяют подумать о каких-то других местах, которые позволяют помечтать о других местах и поиграть в эту игру. Давайте сделаем вид, что мы сейчас не в Антверпене, а в Бразилии. Давайте попытаемся это представить. Это всегда некая игра, в которой абсолютно нет декораций, здесь нет декораций, здесь нет каких-то сложных, построенных сценических композиций, здесь нет бутафории, здесь есть только опоры для воображения, так же, как вот такая же опора для воображения, это из тропической серии, из бразильской серии, вот такая как бы дезориентированная пляжка, где делается видео, но делается для него специальная конструкция, конструкция, которая отсылает к замечательному архитектору, архитектору женщине, не работавшая в Бразилии, Лина де Барда, потрясающая, которая первая стала делать какие-то совершенно грандиозные стройки до того, как женщины-архитекторы строили что-то самоштабное в Европе, например, построила совершенно потрясающее здание, музей искусств в Сан-Пауло, здание, которое как бы висит на двух огромных красных рамах, невероятная, по-моему, в 60-х годах постройка, и Годзалис Форстер делает конструкцию, которая отсылает к этой архитектуре и показывает в ней видео с такими живописным мусором, который могло бы намести на тропический пляж. И для неё этот мусор, естественно, во многом идёт и в этой обитаемой конструкции, конструкция, которая сделана не для того, чтобы ей любоваться с теми же самыми полотенцами, а для того, чтобы проводить в ней время, это тоже почти бассейн, она, конечно, работает и с отсылками к бразильскому авангарду, и с отсылками к айтисике, о котором мы говорили на прошлой лекции, это та же самая тропикалия, которая перепридумана французской художницей. И сам мусор, в который она собирает, вот этот кусок сетки, он напоминает для неё материалы, которые использовала айтисика в своих инсталляциях. И даже когда она работает в самой Бразилии, она демонстрирует эту тропикализацию, тропикализация. Это её работа, сделанная для Биеннали в Сан-Пауло, Биеннали, которая проходит в таком огромном парке, также построенном целиком в павильонах и в зданиях, целиком в архитектурном пространстве, целиком придуманном Немеером. И то, что она делает, она добавляет к его колоннам, фальшивые колонны, что это мир, в котором эти колонны разрастаются и бесконечно множество. Так же, как она рассказывает, что она там видела в Бразилии традиционный французский парк, который пытались подстричь, чтобы там были топиарии. Эти топиарии больше трёх дней в этом климате не держатся, они начинают разрастаться в джунгли. И этот модернизм, который тоже здесь безудержно разрастается в эти умножающиеся и превращающиеся в бамбуковый лес колонны. И отсылка к другим местам, это всегда минимальные усилия. Вот такой променад в одном из европейских музеев может отсылать к тропикам за счёт того, что в пустом коридоре слышен только звук тропического дождя. Это только работа с аудио, которого у меня нет, к сожалению, поэтому нам надо сделать ещё больше усилия воображения, чем даже зрителям этой инсталляции. И из истории про тропики, из истории про какой-то другой мир, возникает история с парками. Гонзалис Фёрстер знаменита тем, что это художница, которая создаёт парки, которая строит парки. И один из первых таких парков она делала для документа в Касселе знаменитой выставки, мировой выставки современного искусства, где одно из постоянных мест, где локация этой выставки – это огромный парк. И в этом парке обычно как раз самые интересные работы получаются, поскольку они на грани лендарта. Что она предлагает? Она предлагает парк в парке, парк – план побега, потому что план бегства в другие страны. Там есть павильон, напоминающий модернистские павильоны, как раз этот самый суровый модернизм, в котором идёт видео. И есть вокруг этого павильота разбросаны несколько предметов, отсылающие к другим культурам. Там есть куст, который из одного из садов Корбезье в Чендигархе, там есть камень из Мексики, там есть бассейн, который тоже к совершенно другому климату, нежели Германия отсылает. Там есть телефонная трубка, телефонная будка, которая похожа на… из Бразилии. Это те телефонные будки, которые существуют в Бразилии, которые абсолютно выглядят таким вот порталом в другой мир, который появляется, когда телефонная будка из Бразилии внезапно появляется посреди Германии. И, соответственно, все эти не очень заметные, это очень нонспектакулярное искусство, все эти детали работают на смещение нашего представления о том, где мы находимся. Вроде бы мы находимся в Мюнтаре, но мы можем помечтать о каком-то бегстве в более экзотические страны. И вот эти экзотические страны начинают как миражи появляться, и появляется эта самая телефонная будка из Бразилии. Еще один проект парка она сделала для Мюнстера. Мюнстер – это, опять-таки, немецкий город, в котором происходит раз в 10 лет международный фестиваль скульптуры, который уже давно, естественно, фестиваль не скульптуры, а всего того, что может быть паблик-артом, вплоть до кинофильмов или аудиопрогулок с плеером по этому городу. И поскольку это достаточно масштабное давно проходящее событие, в котором поучаствовали очень многие знаменитые художники, то есть это постоянные работы, и в Мюнстер теоретически можно приезжать даже не только в дни этого фестиваля, а просто приехать и посмотреть, что там от этого фестиваля осталось. И то, что предлагает Гонзалис Ферстер, она предлагает сделать внутри Мюнстера, внутри парка, сделать тематический парк. Есть Мюнстер, есть Мюнстер в Диснейленд, Мюнстер в миниатюре. Знаете, как есть традиция развлекательных парков, когда есть все достопримечательности Италии в миниатюре в одном месте. Это все достопримечательности Мюнстерского фестиваля скульптуры в одном месте. Маленькие копии всего, что там было. Вот у нас там маленький Алденбург, маленький Кабаков, маленький кто-то еще там, когда все те же самые работы, миниатюризированы, превращены в детскую площадку и превращены, когда сама реальность этого фестиваля современной скульптуры сводится к реальности развлекательного парка Диснейленда и вот этого тематического парка с миниатюрными, уже превращенными почти в игрушки, копиями всех работ, которые там были. где, опять-таки, внутри парк, который смещает наше представление, где мы его находим. Если мы уже находимся в Мюнстере, то зачем нам смотреть копию Мюнстера? То есть, таким образом, нас выносят за пределы этого места в какое-то другое место, для которого этот Мюнстер является местом экзотическим. Это все время некая дезориентация, это все время некий сдвиг пространства нашего представления, где же мы в данный момент находимся. Это сдвиг очень щекочущего воображения. Это все время, всегда же хочется оказаться в каком-то новом незнакомом месте, таким образом, как бы сместив наше восприятие привычного места. И такое же смещение она делает в еще один парковый проект. Парковый проект, сделанный для Бразилии, для огромного, даже не парка-скульптура-музея под открытым небом, не ночи, по-моему, я про него уже несколько раз говорила. Это такой парк, это гигантский кусок, такой роскошный тропический парк, в котором существует не столько скульптура, сколько множество павильонов. Он устроен немножко, как венецианская биеннале, только там павильоны не для каждой страны, а для каждого художника или для одного произведения искусства. Это павильоны сами по себе очень красивые, модернистские, эффектные. Что она делает внутри этого парка? Она свозит туда автобусные остановки, бразильские, бразильские автобусные остановки, которые построены в таком бруталистском, модернистском стиле, и помещает их на насыпанную площадку, площадку засыпанную белым песком. То есть посреди этих невероятных, действительно, вот этих буйных тропиков она делает пустыню, куда она свозит эти павильоны, эти остановки, которые выглядят как маленькие копии этих павильонов. Это еще один вариант парка в парке, это еще один вариант этого же парка, хотя и в миниатюре, и парка, каким он будет выглядеть в каком-то дистопическом будущем, когда эти буйные джунгли превратятся в пустыню, павильоны опустеют, и будет ощущение вот такого, и кроме всего прочего, это автобусные остановки, на которых может быть, автобусные остановки, это ожидание всегда, ты будешь ждать автобуса, но тут автобус никогда не придет. И там же, на этих же остановках, разбросаны, на этих фотографиях не видно, разбросаны бетонные книги, книги, которыми можно скоротать время, теоретически можно было бы скоротать время в ожидании автобуса, который никогда не придет, но книги эти тоже бетонные, поэтому открыть их и прочесть не получится, и получается такое очень красивое, но при том абсолютно дистопическое пространство, антиутопическое пространство внутри этого самого великолепного и абсолютно райского парка. Вот, еще один парк, на этот раз это речь идет о фильме и о пространстве-дистопии, которое ее очень занимает. Это фильм «Атомный парк», снятый в Лос-Аламосе, в американской пустыне, где проходили первые испытания атомной бомбы, и до сих пор там эти испытания ядерного оружия проходят, то есть это парк полигона, но при этом это там знаменитый национальный парк с белыми песками, куда приезжают полюбоваться природой. И в этом ощущении одновременно дистопии и парка развлечений и строится этот фильм. Для Гонзали Сверстера, опять-таки, это то поколение, которое росло со страхом ядерной войны, что на то выгляде случится. Она рассказывает, как будто в времена холодной войны, она рассказывает в одном из интервью, что в детстве она умоляла своих родителей построить во дворе атомное бомбоубежище. Вот это такой бизнес был очень популярный, продавать бомбоубежище, в котором можно построить у себя во дворе дома и пережить катастрофу теоретически. И это была ее детская мечта, чтобы, наконец, ее родители это сделали. И вообще это ощущение и страха перед техникой, и дистопией, конечно, она абсолютно воспитана на научной фантастике. Для нее тема будущего, тема модернизма, тема утопии неотделима от того представления об утопии и о дистопии, которые существуют в научно-фантастических фильмах. И то, что будущее, как бы, единственный образ будущего, который существует, это будущее научной фантастики, это будущее кино и будущее фантастических романов. Поэтому возникает еще один вариант комнаты, который называется космодром. И это огни вот этого самого космодрома, в который можно заглянуть. Это звуковая инсталляция, музыку для нее писал Жейджи Йоханссон. И то, что называется, ретрофутуризм. Это может быть комната, это может быть такое более эффектное пространство, в котором это выглядит как такой совсем пункт управления, когда ты можешь заглянуть в этот аквариум, в котором находится кусок будущего, наблюдать временной сдвиг как некое природное явление, так же, как то ли атомный взрыв, то ли северное сияние. Можно наблюдать из фантастических очертаний кинотеатров, в котором показывают не фильмы, а показывают взгляд на другое явление. Это все время сама обстановка смотрения здесь оказывается гораздо помпезнее и массивнее, чем зрелище, потому что зрелище – это всегда что-то, что ты должен додумать. У тебя есть огромный кинотеатр, в котором тебе показывают не кино, но когда ты его видишь, ты будешь мечтать о том фильме, который ты хочешь там увидеть. И еще один из проектов, с которым она работает, называется «Экзотуризм», экзотический туризм, который для нее – это туризм в другое время, это некое наслаждение возможным путешествием в будущее, или, вернее, возможным путешествием в будущее, так и не наступившее, потому что фильм, который является частью этого проекта, это фильм, отыгрывающий ретро-хутуристическую и психоделическую эстетику 60-х. И недавнее продолжение этого проекта – это музыка, которую она написала, сама такая французская поп-музыка в стиле 80-х, у нее синтепоп французский, где клипы, образный ряд этой музыки отсылает к фильму «Бегущий по лезвию бритвы», но к фильму «Бегущий по лезвию бритвы» в 80-х годах, естественно, это было до того, как его пересняли, который является, может быть, одной из самых главных икон вот этого образа, вот этого так и не наступившего будущего ретро-хутуристического уже сейчас. И таким же ретро-хутуризмом, такой же частью научной фантастики для нее оказывается история современного искусства, которую она прочитывает через призму научной фантастики. Вот такой вот дистопический ландшафт, который она создает, отсылает к «Спиральной дамбе» Роберта Смитсона, одному из главных ландартных произведений 70-х годов, который сам Смитсон задумывал как следы другой цивилизации, как если бы это было что-то из будущего или что-то из прошлого. И одним из самых ее грандиозных дистопических проектов становится ее проект, который она делает в 2008 году для турбинного зала «Тейт Модерн». Это одно из самых огромных выставочных площадок внутренних, интерьерных, которые существуют в мире. «Тейт Модерн» – музей, лондонский музей, располагающийся в гигантском здании, бывшая электростанция, где, собственно, есть этот турбинный зал гигантский. И каждый раз это как бы… которые отдают время от времени на откуп какому-нибудь одному художнику – это такой вызов, кто потянет заполнить чем-нибудь это пространство. То есть такой конкурс на монументализм, конкурс на грандиозность. И Казарис Ферстер с ее предельно спектакулярным все-таки искусством поступила, придумала совершенно замечательную историю. Она в этот огромный зал собрала все работы из собрания «Тейт Модерн». и придумала здесь «Калдерн», здесь «Морисио Каталан», здесь «Луис Буржуа», там есть этот паук огромный, как бы «Олденбург». То есть как бы перевезла туда всю коллекцию, придумав историю про то, что это некое будущее, в котором за пределами музея… Это те работы, многие из которых стоят перед музеем обычно, стоят под открытым небом. Что это своего рода вот это самое бомбоубежище, атомное убежище для искусства. За пределами этого огромного выставочного зала уже ядерная зима и полный апокалипсис. Значит, все скульптуры собраны здесь, и там же собраны, и в этом же убежище могут отдыхать люди. Для них собрано это… Видите, там под сенью этих скульптур стоят такие спальные места, это огромное. Вот, и там же показывается, показывался фильм, в котором она рифмует образы современного искусства и образы из различных научно-фантастических и дистопических фильмов, и в частности рифмует как раз эту спиральную дамбу Смитсона, который называют Джетти, да, Спайл Джетти, с знаменитым фильмом французским Крисом Аркера «Взлётная полоса», а-ля ЖТ, где они… Это фильм про будущее, дистопия, где у неё каким-то образом это будущее оказывается однее. Ну, это такой сложный монтажный фильм, где, во всяком случае, существует эта рифма этих двух дистопических пространств. И внутри, в этом убежище, да, по этим койкам, нарам, разбросаны книги, и там разбросана вся библиография, которую нужно прочесть, чтобы понять, в каком мире мы оказались. И там есть «Волшебник страны Ост», там есть Баллард, там есть Уильям Берроз, там есть Уильям Гибсон, да, в основном это сказки и научная фантастика, все описания альтернативного мира. Это действительно было абсолютно в духе эстетики взаимоотношения, да, это было место, в которое можно было прийти, посидеть там и полистать книги теоретически. И в тех или иных вариантах она этот проект повторяла в других музеях с теми работами, которые были уже в этом музее, ну, вот это, по-моему, в центре Пампеду, но поскольку это не такое огромное внутреннее помещение, то там это не так эффектно работало. Вообще книги сами по себе, как я уже говорила, да, это художница-читатель, художница-библиофил, художница-прилагающая библиографию каждой из своих инсталляций. Книги сами по себе могут быть частью инсталляции, да, вот такой ковёр для чтения, на котором она разбрасывает для читателей все те книги, которые она предлагает им прочесть, да, что имеет отношение. Опять-таки тут модернизм и научная фантастика, поэтому есть там есть Маргарет Дюрас, да, там есть Уильям Гибсон, там есть Жорж Пирек, вот все, как бы, в общем, много всякого прекрасного чтения. И книги же становятся главными героями, буквально персонажами вот такого вот проекта «Хронотопа и диорамы», который она делает в Нью-Йорке, делает в сотрудничестве с, наверное, испаноязычным обществом, это называется, обществом, в распоряжении которого была огромная библиотека. И с этой библиотекой она начинает работать, придумывая вот такую вот выставку в виде панорам, да, это как бы выставка, которая делается в сотрудничестве с мастерами, которые обычно делают диорамы для музеев естественной истории, например, да, то есть это среда обитания различных существ, вот в таком вот среде обитания живет там какие-нибудь животные пустыни, или исторические музеи, да, то есть как бы то, что существует вне, вот она там делает три пространства, одно – это пространство пустыни, другое – это пространство тропиков, и третье – это подводный мир, дно Атлантического океана. Но обитателями этого пространства, в котором всегда есть, да, это не дикая природа, это одичавшая природа, там всегда есть какие-то следы присутствия человека, там есть какие-то бетонные бункеры, в подводном мире есть тоже что-то затонувшее, вот, и в этом как бы абсолютно одичавшем, запущенном, затопленном мире единственные обитатели, которые остаются, это книги, книги из библиотеки, которые она в виде такой фауны и флоры размещает в этих самых очень эффектных диорамах. Книги, которые выживут после апокалипсиса, выживут в этом самом странном мире. И сами книги – это не только, естественно, реквизиты этих ее работ, это и постоянный сюжет. Вот как бы сюжеты эти связаны не только с современностью, это может быть путешествие во времени, путешествие в прошлое, и в последнее время ее интересуют не только не наступившие будущие, так и не наступившие варианты будущего, но и варианты исторического прошлого, опять-таки, как бы альтернативного XIX века. И вот такой вот проект она делает с Splendid Hotel, она делает в сотрудничестве с Мадридским музеем Рейна София, делает его в потрясающем совершенно месте. Это огромный хрустальный дворец, огромный зимний сад, который был построен в Мадриде для того, в 1887 году, для того, чтобы в этом зимнем саду можно было сделать выставку, показать экзотические растения, растения с Филиппин, которые тогда были испанской колонией. И весь этот, все это здание, вот как оно выглядит, Доминикан Залисфорстер переименовывает, она придумывает историю, что бы здесь могло быть. Она называет его отель Splendid. И отель Splendid, первый отель с таким названием, довольно расхожее название отеля, первый отель с таким названием появляется в 1887 году в Луганах. До этого слово сочетание отель Splendid за год раньше появляется в стихотворении Рэмбо. Потом в другом отеле, который назывался тоже отель Splendid, останавливался проуст, когда он ездил на воду. То есть возникает целая история про мир, что такое XIX век, с колониями, с писателями, с этой культурой отелей, отели, которые для нее, это как бы отели одновременно санаторий для чахоточных, такая волшебная гора. Отель, в котором есть только один номер, в котором есть эти прекрасные кресла-качалки и кресла, на которых разложены все те книги, которые для выбора книг, тут так же важен, как выбор места, которые рассказывают о XIX веке, о конце XIX века, особенно говоря, о начале современности. Это может быть Достоевский, это может быть одновременно Гербеш-Дуэлс, потому что это одно время. И таким продолжением этого проекта была видеоопера, видеофильм, оперный фильм «Отелло», где действие «Отелло» снимается, этот фильм в этом павильоне, и действие перенесено опять-таки в 1087 год с испанскими колониями, как раз теми самыми, с ощущением, что такое этот колониальный мир совершающийся. И другие сады, которые она делает, также посвящены писателям. На том же самом кампусе в Антверпене, где она сначала делала проект «Тропикализацию», 10 лет спустя она делает проект «Сад парк Балларда», Джеймс Баллард, также один из очень важных для нее писателей, английский фантаст, это автор замечательных дистопий, у нас не так много его переводили, но один из сюжетов, который как раз важен для Ганзелес Фёрстера, это история тоже про конец света, про то, как меняется климат в мире, и весь мир превращается в тропики, и зарастает невероятными джунглями, и уходит под воду. И поэтому этот образ европейского модернизма в джунглях, это образ такого апокалипсиса из Балларда. И здесь она как бы, ну и другие варианты Баллардовского будущего, это мир бетона, мир бетонных автострад, в необитаемых, приходящих в негодность высотных зданий и заброшенных бассейнах. Вот фильм «Высотка», когда был недавно экранизация Балларда появившейся. И она опять-таки очень скромная инсталляция, обозначает, что такое этот Баллардовская дистопия, где есть высохший бассейн, где есть бетонные блоки, где есть вот такая постбруталистская дистопия, которая она сооружает. И ещё один парк имени писателей, это парк, посвящённый Томасу Пинчину. Ну, собственно говоря, это не парк, это инсталляция в огромном здании недавно открывшегося музея современного искусства в Лиссабоне, где парк, в котором есть, опять-таки, научно-фантастический сюжет, так мог бы представление художницы, так мог бы выглядеть вольер, в котором инопланетяне содержали бы людей, чтобы наблюдать их поведение. То есть это вольер для людей. У Пинчина нигде такого сюжета, насколько я понимаю, нет. Всё-таки это сюжет, который придуман художницей. Но Пинчин также для неё очень важный писатель, и поэтому это скорее омажь, чем, собственно говоря, место действия. Ну, когда мы говорили про то, что один из постоянных сюжетов, не сюжетов, да, скорее, а эффектов, с которыми она работает, это попытаться добиться сдвига того, чтобы мы воспринимали одно место как другое, вместо того, чтобы мы представили себе, что мы находимся где-то ещё. И один из таких очень эффектных сдвигов, которые она делает, это перформанс, который она делала в 2011 году в музее Соломона Гугенхайма в Нью-Йорке, в невероятной архитектуре. А 2011 год – это столетие гибели «Титаника», и она предложила, собственно говоря, превратить этот музей, прийти в музей Соломона Гугенхайма и поиграть в то, что это «Титаник», с палубами, с различными уровнями, где есть билеты на нижнюю палубу, на верхнюю палубу, на верхнюю палубу там свой оркестр, свой бар здесь, другой бар. И всё это, собственно говоря, это был музыкальный перформанс, где помимо этой игры в то, что давайте представим, что музей Гугенхайма – это «Титаник», это довольно занятный архитектурный параллель, потому что можно увидеть в этом музее такой огромный, обречённый всё-таки трассатлантический лайнер. И играли там музыку английского композитора Гавина Брайерса, это такая экспериментальная музыка, гибель «Титаника», написанная в 1969 году, где он пытался представить, поскольку известно, что на «Титанике» музыканты играли до последнего момента, пока корабль не утонул, как звучали бы звуки этой музыки, когда он уходит на дно, как звучала бы эта музыка через воду, и что они могли бы играть там. Это было одно из очень редких, живых исполнений этой экспериментальной пьесы, которая редко играется вживую. И даже её собственная история, даже её собственные ретроспективы становится не выставка, а работа, путешествия во времени, темпорама, то, что у другого художника было бы, ретроспективы, сделанная для бразильского, по-моему, не помню, в Рио или в Сан-Пауло, по-моему, в Сан-Пауло музей современного искусства, который она превращает в тотальную инсталляцию. Да, там стоят вот те же самые предметы, которые были в её ранних инсталляциях, но это не столько выставка её старых работ, сколько попытка путешествия для неё во времена её юности и в некое идиллическое ощущение действия, поэтому там делается бассейн. Это не настоящий бассейн, это бассейн, который сделан, как вы видите, из полиэтиленовой плёнки, бассейн, в котором есть фигуры, входящие и выходящие из него, с одной стороны, как видите, это картонная фигура, вот эта фотография, где она позирует в образе Мерелин Монроу. И здесь возникает новый сюжет, потому что пока что все её работы до какого-то момента были в основном безлюдными. В них были пространства для игры, пространства, в которые мы могли прийти и попытаться представить себя в другом месте. Другая игра, которую она предлагает, игра, в общем, более традиционная, это представить себя другим человеком, потому что если мы оказываемся в другом месте, то мы, может быть, оказываемся кем-то другим. У неё был проект, в котором она предлагала зрителю вот таким образом развешанную свою одежду, вы пытаетесь обыть мною, или одежду, похожую на ту, которую она носила. И последний проект, который она делает, это проект, в котором она изображает различных героиней, героев прошлого. Проект, связанный с оперой, потому что с какого-то момента её ужасно занимает опера, опера как искусство XIX века, прежде всего, вот этого самого начала модернизма, опера, которая как синтетическое искусство, как одновременно очень пропезная и очень старомодная. И в этом проекте она работает, это проект, который довольно плохо передаётся фотографиями, потому что, собственно говоря, фигуры, которые там появляются, это голограммы, это призрачные появления, и сама художница говорит, что её очень не нравится в данном случае говорить про видео, про инсталляцию и про игру, а гораздо больше нравится говорить про призраков, проекции, появления, то есть это ещё одна история про призракологию, о которой мы говорили в прошлый раз, и три призрака, которые там появляются голографически, это призраки великих див прошлого, это Сара Бернар, Мерилин Монро и Мария Калас «Оперная дива», они все изображают, вернее, как медиум позволяет пройти сквозь неё всем этим героиням, и такой же проект она делала, тоже, который называется «Оперой», где она, опера и шахматной игрой, где она воплощает разных персонажей, это может быть Эдгар По, это вымышленных и реальных, это может быть Физгаральд, это может быть герой смерти в Венеции, это может быть Боб Дилан, это может быть Маркиза Казать и много-много, и король Людвиг Баварский, который для неё один, как и для многих, один из любимых персонажей, и она говорит, как её рассказывала в одном из интервью, как её потряс замок Людвига Баварского, насколько это современная архитектура в своей китчивости, насколько это современная история, потому что это архитектура, которая хочет быть нарративной, которая хочет быть повествовательной, в которой есть сюжет, это архитектура, которая рассказывает историю, так же, как рассказывает история современные тематические парки. Это понятно, потому что силуэт этого замка Людмага Баварского видоизменённо использован в заставке Диснея, который Дисней Лэд уже. И все эти персонажи оказываются играют в шахматы, где белые фигуры – это 19 век, а чёрные фигуры – это 20 век. Покажите, пожалуйста, второе видео. Небольшой фрагмент, как эти появления выглядели во время перформанса в, по-моему, музей Луэллэйтона. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Которых, в которых должен войти и сыграть зритель, всё-таки стать звездой и сыграть всех самой. Ещё один побочный проект, который прилагается к этому проекту – это выставка костюмов, использованных в этих перформансах, в этих видео. Костюмов и выставка, во время которой в музее по субботам и по воскресеньям в определённые дни устраиваются косплей-вечеринки для зрителей, где каждый опять-таки может прийти, померить это, поработать с гримером и опять-таки встать на место художника или встать на то же место персонажа, на котором до этого места уже, до него, до тебя уже кто-то был, и уйти вот в эту бесконечную череду. Я играю в Домининг Гонзалес Форстер, или я играю в Маркизу Казати, или я играю в кого я играю, потому что никаких персонажей нет, есть только бесконечные сдвиги реальности, с которыми она, собственно говоря, и работает. Вот, ну, второй наш персонаж – Патрик Кореон, бельгийский художник, работающий художник, который называет себя рассказчиком в большей степени, чем писателем, и говорит о том, что, конечно, мало того, что у него всё крутится вокруг литературы, но у него идеализированные представления о литературе, что бы это ни значило, мне очень нравится человек, который идеализирует литературу, который, может быть, неважно плохой, хороший, любимый, нелюбимый, но вообще есть некое идеальное представление о некой литературе, с которой он, собственно говоря, и работает. Для него также важно чтение, да, и процесс чтения, может быть, один из самых остроумных его проектов – это вот такие вот машины для чтения, которую он придумывает в 2000 году, а машина, которую нужно толкать перед собой, машина, которая нужна для того, чтобы сделать сам акт чтения физическим, потому что мало того, что когда ты читаешь книгу, допустим, пишет Патрик Карион, ты читаешь «Ты еще одну ночь», и у тебя эта книга переносит одновременно в несколько мест, ты находишься, например, в пустыне, по которой Аладдин путешествует, в то же время ты находишься в спальне Шахерезада, которая рассказывает эту сказку, ну и поскольку «Ты еще одна ночь» – это история в истории, в истории, в истории, этих мест может быть очень много, и в какой-то момент, когда у тебя эти места наслаиваются друг на друга, тебе хочется в самые напряженные моменты книги, хочется немножко отвлечься от нее и сделать несколько шагов, потому что ты хочешь сделать несколько шагов еще в этом воображаемом пространстве книги, и вот такие вот машины, которые позволяют соединить акт чтения и наше желание физически освоить то пространство, в которое мы погружаемся во время чтения, он придуман в 2000 году, опять-таки они не пользуются, это самый дорогой его проект, они очень успешные, собственно говоря, потому что, по-моему, вскоре после этого появляются всякие электронные книги, и вся эта ретро-футуристическая история оказывается не столь актуальна, но, по-моему, совершенно восхитительна по дизайну. А, собственно говоря, то, с чем работает Кореон, это также история их отсутствия, это все время некая фигура отсутствия. Как можно рассказывать историю, можно о чем-то отсутствующем, о чем-то, чего нет на самом деле. Вот такой вот проект, что остается от художника, все произведения, которые были разрушены, куплены или украдены в 1986 году. Что можно, у нас нет произведений, что мы можем сделать, мы можем рассказать историю, мы можем выставить в этой инсталляции то, что не имеет ценности, как художные произведения, детские рисунки, приглашение на вернисаж, одежду, в которой художник, испачканную красную одежду художника, некого вымышленного художника. У нас от этого, у нас это присутствие, отсутствие художника, отсутствие работ превращается в историю. Художника нет, его никогда не было, но у нас появляется про него история, у нас появляется персонаж. А как можно, очарование истории в том, что она всегда недостоверна. Вот, например, цикл, который, городский цикл проектов для города, это таблички, как бы с названием, таблички, которые напоминают те таблички, в этом доме писатель написал свое такое-то произведение. Здесь это, опять-таки, это истории, которых не было, это история, которая, может быть, здесь называется этот проект. Может быть, здесь, например, жил художник Павлова Учелла, который имел обыкновение вешать свои картины, делать разболтанный крючок, на который надо было вешать его картину, чтобы обладатель картины каждый раз должен был ее заново вравновешивать, и поэтому был обязан в нее вглядываться. Это все истории вымышленные. Может быть, здесь жил Малевич, который имел обыкновение посылать своим друзьям пустые конверты и очень сердился, когда они не отвечали на его письма. Может быть, здесь жила Айседора Дункан, которая любила танцевать покрытой грязью, потому что ее движения менялись в зависимости от того, как засыхала эта грязь, которая покрывала ее тело. То есть это масса прекрасных историй, и историй у Патрека Кореона очень много. Это истории, которые начинаются даже с него самого, он придумывает. Мне всегда было интересно узнать, что значит моя фамилия Кореон. Мои родители всегда говорят, что это типично французская фамилия, он бельгийц, фламандец. И я узнал, что это значит. Оказывается, Кореоном называли человека, который в деревне, который живет в последнем доме перед заставой. Он не живет в деревне, он живет в лесу. Вот есть последний дом перед лесом. И человек, который там живет, называется Кореон. Ничего похожего, я по-французскому не знаю, по-моему, это связано с колокольным звоном. Но история абсолютно волшебная. Что такое? Вот у нас есть инсталляция про мастерскую скульптора. И дальше есть история, что это за скульптор. У нас работы очень неопределенные. Но почему эти работы неопределенные? Потому что скульптор Энн очень любил терять свою молодую жену в толпе. У нас, наверное, жена, он ее теряет в толпе. И это такое счастье обрести ее заново. Но однажды он ее не нашел в толпе. В какой-то момент он понял, что это она его потеряла и абсолютно не хотела его находить. И с тех пор скульптор Энн не в состоянии сделать ни одного портрета. Поэтому все его портреты выглядят вот так вот. А дальше идет еще 10 историй про то, кто изображен в каждой из этих работ. То есть всеми история в истории в истории. Вот есть история акварелиста Эл, который был так не признан при жизни, что считал, что люди недостойны его работы. Он решил, что в качестве работы он будет рисовать фоны для аквариумов, потому что тропические рыбы – это единственная публика, которая его в состоянии оценить. И он стал наблюдать реакцию этих рыб. Работы его как были невостребованы, так и остались невостребованными. Но зато его изучение поведения рыбы оказало огромное воздействие на науку. И потом этих историй было так много, что Кореон придумал себе постоянных персонажей. У него появился постоянный персонаж, которым он занимался лет 10. Персонаж зовут Аскар Сырти. У него есть биография. Он родился в конце XIX века в Будапеште. Умер в 1959 году в Абстердаме. Он родился в Австро-Венгрии, эмигрировал, жил в разных городах. Умер он в год рождения самого Патриака Гориона. И точно так же, как художник Шарль Рассенталь, умер в год рождения Ильи Кабакова. И вообще та система воображаемых персонажей, которая придумывает инорации, которую придумывает Кореон, она немножко сродни тому, что делает Илья Кабаков. Сам Кореон называет Кабакова одним из своих любимейших художников. И возникает этот Сырти, и каждый проект Кореона оказывается одной из историй про этого Сырти. Но это истории, которые идут непоследовательно. В 1990 году он придумывает этого Сырти, который ещё пока что почему-то скульптор. И он скульптор, который придумал извоять статую Венеры в фонтане так, чтобы камень обрабатывала только струя воды, которая бьёт по этому камню. И когда она была закончена, оказалось, что это тело было с таким непристойно-чувственным, что воду включили обратно, чтобы её обтесало вот это. Потому что это было в 1907 году. Для 1907 года это было слишком смело. Дальше история про то, как он отправляется искать своего друга-фотографа где-то в Африку, и находит место, где он умер, и выясняет, что перед смертью он проявил свои последние фотографии. И туземцы, которые увидели, как он проявляет фотографии, подумали, что это какая-то магия. И стали делать копии этих фотографий для того, что они видели, вот этих развешанных фотографий. Стали делать их из кожи. Это возникло целое направление их искусства. Это, может быть, история про трещину на стене, которая была вызвана тем, что в юности Аскар Сарти очень любил прислушиваться к тому, как его великий поэт, с которым они жили со стенками, читал свои стихи. И он так прижимался к этой стене, что когда он вернулся много лет спустя в тот же город, он обнаружил на этих стенах трещины. И даже не стал думать о том, что, может быть, они были вызваны землетрясением, которое здесь было год назад, а подумал, что это было напряжение уха. Вот, например, подземелье, в котором он... Да, вдруг возникает история, что однажды его похищали и почему-то держали в подземелье. В этом подземелье сначала у него были завязаны глаза, потом он придумывал, как это выглядит. Потом ему удалось снять повязку, и он увидел, что всё выглядит, как он и думал. Только ему казалось, что там кто-то ещё есть, а никого не было. И тогда он завязал повязку обратно. Но для этого уже нужно найти реальное подземелье, в котором происходит эта выставка. Ему предлагают сделать проект для такого-то музея. Музей располагается в старинном доме. У этого старинного дома есть подвал. Единственное, что делает Кореон, он придумывает историю для этого подвала, что бы здесь могло произойти. Он перепридумывает, он помещает это реальное место в пространство между реальностью этого места и вымыслом. Ещё одна прекрасная история про будапештского художника, друга СРТ, который приезжает на его похороны и видит его прекрасные картины, и говорит, что надо сделать его выставку. Но его выставку нельзя сделать в советской, в социалистической стране. Это слишком модернистские картины. И тогда в качестве компромисса они решают выставить обои, на которых висели эти картины, в музее декоративно-прикладного искусства Будапешта. Она, в общем-то, говорит бесконечное, конечно, прекрасных историй, которые по-разному посажены на место. Например, для Вены это был проект, когда он просто раз в неделю публиковал в газете очередной эпизод приключений Оскара Сарти в Вене. Потому что для Кореона это способ обжить пространство, потому что пространство может быть для него город реальным. Не только потому, что он состоит, и вообще любое место реально, только тогда, когда к нему есть какие-то литературные отсылки, чтобы побывать в Праге, нужно понять, что это город Кавки, иначе ты не будешь ощущать, где здесь и сейчас ты находишься. Чтобы понять реальность, нужен элемент вымысла. Поэтому, чтобы понять Вену, нужно придумать историю, которая происходит в Вене. Ему, в общем-то, не нужна галерея. Это художник предельно неспектакулярный, художник, который очень не любит арт-рынок, и очень не любит делать проекты для рынка, и очень не любит художные ярмарки, и, в общем, абсолютный нон-конформист, и находит другие способы существовать в этом мире искусства, не производя объекты. Но при этом, конечно, в галереях он выставляется время от времени. Но что он делает с галереей? Он отыгрывает галерею не как место репрезентации работы, а как место действия. В знаменитой Парижской галереи он делает сюжет, про то, как в галерее висят, тем не менее, работы художников этой галереи, которые пишут живописи, делают объекты, снимают фотографии. Что делает Патрик Кореон? Он под каждую из этих работ кладет табличку с текстом. Про что рассказывает текст? Про то, как Аскар Сарти и его любимая женщина, Катрин Деса Элис, однажды прогуливаяся по Парижу, попали под сильный дождь и решили спастись в первом же открытом здании. Это была галерея. Они очень расстроились, что это галерея, потому что их любимый друг, великий художник, умер, ни разу не выставив ни одну свою работу, и с тех пор они решили, что они не будут ходить в галерее. Но дождь пошел, поэтому они там оказались, и они говорят все, что они думают про эту галерею. И галерея, реальная галерея, знаменитая Парижская галерея, оказывается местом действия, оказывается частью того вымысла, который придумывает Патрик Кореон. А там история про книги, история такая очень борхесовская, вообще его достаточно часто сравнивают с борхесом по сюжетам, которые он придумывает. Это книги, которые Оскар Сарти в юности никогда не сознавался, что он не прочел какую-нибудь книгу, которую все обсуждают, поэтому он сам, исходя из названия, придумывал, о чем могла бы быть эта книга. А потом, когда он все их прочел, он выяснил, что придумал он абсолютно правильно до последней детали, и так расстроился, что издал их все под своим именем. Перминар автор Дон Кихота, это достаточно был такой сюжет. История про то, как в него случайно не попал метеорит, упавший на его дом. Замечательная история, где есть предмет, в данном случае это вот такие турникеты, которые были установлены в центре Помпидо, и публика была уверена, что это просто турникеты через катор. Это вообще не искусство, но тут турникеты, турникеты через него. Потом узнавала историю, опять-таки, как всегда, про Аскара Сарти, который жил в Лондоне. И однажды его совершенно заворожила история. Он пытался понять, почему одни и те же люди выбирают в метро тот или иной турникет, чтобы сквозь него пройти. Он там год изучал этот вопрос, написал про это эссе. И когда он его повез в издательство, он понял, что он не может выбрать, через какой турникет ему пройти. Он перепрыгнул через турникет, его поймал контролер. Он хотел показать контролеру свой текст, но его текст рассыпался и его унесло по платформе. Поэтому вся эта инсталляция с турникетами это, собственно говоря, повод для этой прекрасной истории. Там коврика, которой он вытирал ноги каждый раз от грязи внешнего мира каждый раз, когда его очередную рукопись не брали в издательство. Вот такой вокзал, в котором с двумя фигурами его и его любимой женщины, с которой они расстались на этом вокзале, потому что он приехал, встречая на свидание и увидел, как она говорила с человеком, который был одет точно так же, как он. Как же она могла ошибиться? Скочил в поезд и уехал навсегда, а в поезде подумал, а это вообще точно была она или просто было похожее платье на женщине? И после этого... Ну, как будто бесконечная сага, где всё является, где барьеры. Это то, что разделяет лестничные клетки, на которых он стоит наверху и ждёт. По правой лестнице, по левой ко мне идут, не ко мне. Это могут быть рисунки, которые они делали во время телефонных разговоров, про что они говорили, не знают, но сохранились и рисунки. Это могут быть антенны, которые он настраивал, когда транслировали её концерт, она была пианисткой, когда старое телевидение, 30-е годы, антенну надо настраивать вручную, и для него сам этот момент от настраивания антенн вручную стал каким-то чувственным опытом почти соприкосновения с ней. Гвозди, на которые он вешал различные реликвии в своей комнате. Здесь только гвозди, на каждой из этих гвоздей подписано, что на нём висело, какая фотография, какой сувенир, об какой из этих гвоздей, когда и чем он, когда он укололся. Это такие возможности, истории без истории. Целый дом Аскара Сверти, который состоит из аудиоинсталляции. Первую работу Патрико Кореона, которую я видела, я, к сожалению, не нашла ни одной её фотографии. На фотографии здесь не очень принципиальные и не нашла сюжет. Это было, наверное, в конце 90-х годов в Париже, где было абсолютно очень большое выставочное пространство, которое было абсолютно пустым. И по этому пустому пространству единственное, что было, был протянут гостиничный коврик и обозначены двери. Вот идёт коврик, коридор, вот одна дверь, другая дверь, третья дверь. Около каждой, просто нарисовано, около каждой из этих дверей лежал лист бумаги с историей постояльца этой гостиницы. Это было упоительное чтение, при этом это было абсолютное ощущение, где ты находишься, что это такое. С Каром Сорти он как бы персонаж, который занимал его на протяжении 10 лет, потом, но это не единственный персонаж его истории, это могут быть самые вот такие вот инсталляции, которые заимствованы, это деревья, скопированные с полотен различных художников, учела, оделона, ридона, ещё кого-то. Но это лес, в котором происходит сюжет про короля, который почему-то отправляет своего сына каждый день в лес рисовать насекомых. Сын, но это ужасно не нравится, потому что насекомые его кусают, но он там однажды знакомится с прекрасной девушкой, прекрасной девушкой, и они становятся, и они женятся, а потом понимают, что прекрасная девушка его почему-то травит каждый день, и когда он понимает, что дни его сочтены, он возвращается в лес, потому что единственное, что его успокаивает, это присутствие насекомых, чья жизнь гораздо более скоротечна, чем его жизнь. И такая инсталляция из деревьев. Довольно часто история, продолжающая история про африканские путешествия, про некую группу благотворительное общество, которое приезжает в Африку и привозит старые принтеры туда. А местные туземцы влюбляются, считают, что звук, с которым работает принтер, это звук, напоминающий исцеляющие песнопения, и начинают поклоняться этим принтерам, использовать их в своих ритуалах. Это может быть история про, ну, там еще миллион всевозможных сюжетов, про то, как в стародавние времена в трость помещали скоробея, а когда человек возвращался из путешествия этого скоробея, бросали в чернила, чтобы он прочертил маршрут, как он его запомнил. А здесь это микрочип, который называется на французском пюс, как блоха. Вот, это может быть, при этом, естественно, если человек не работает с галереями, делает, как вы видите, что-то абсолютно нематериальное. Он делает публичные, как бы, публичные паблика арты, он делает заказную работу, такая банка кока-колы бельгийская, где всё на О, все слова на О, где тоже некая история. Офелия, океан, окей, мнение, оракул, масса всего. Это может быть коллаборация с Кензос, который на запуск духов предложили ему засеять маковыми полями несколько парижских площадей, но каждый мак был историей. Например, с какими сюжетами, с какими поверьями, абсолютно вымышленными, естественно, в какой стран связаны маки. Это может быть целое воображаемое растение, опять-таки, это паблик арт, которое питается звуками, цветами и запахами городского мира. Это может быть вот такой вот проект, не более-не менее, как для Королевского дворца в Бельгии, где, ну, патриотический проект Королевский дворец всё-таки растения, представляющие все регионы, страны Бельгии. Патрик Корион очень нравится, что он бельгиец, что Бельжик, это так забавно звучит, ему очень нравится звучание, название, как звучит его страна, а так, в общем, собственно, и всё. И вот эти искусственные растения, вот история, как всегда, история про каждое из этих растений. А вот в Северной Фландрии таким-то растением принято закладывать книжку, которую ты читаешь в полях, а когда ты потом открываешь через год, выясняется, что та страница, на которой лежало это растение, исчезла, но зато ты помнишь её наизусть. И так далее, да, как бы вот прекрасная история. Опять-таки, как в эти вымышленную историю можно вписать настоящую историю. Вот такая труба, который, это проект, который он делал для города Лиможи, в котором лиможские фарфоры, всё это закрывается производство. и здание, полицейский участок, на месте вот этого снесённого фарфорового завода, он делает историю про светляков, которые имели обыкновение слетаться на свет, на искры вот этих самых фабрик, и светляки, которые бедные, думали, что люди следуют за ними, на самом деле, это они следовали за людьми, делается история собственно про это место, про закрытое производство, про детей, что есть некие растения, которые на тех площадях, где играют дети, удары меча пробуждают ростки, акрики пробуждают личинок, которые спят в камне, они начинают вписываться в слова. Это может быть действительно реальная история для лицея в Туре, где он попытался поднять архивы этого музея, этого лицея, и рассказать, что такое, что ты приходишь в лицей, не учиться, ты приходишь, ты часть некой истории тех, кто учился здесь до тебя. Истории печальные, это могут быть истории про наказание, это могут быть истории про меню из школьной столовой, как они менялись, он придумывает дневник, и придумывает вместе с местным художественным классом рисунки, иллюстрирующие историю этого лицея, попытаться другим рассказать. У каждого места есть своя история, даже у школы, даже у лицея. А у каждого может быть история в метро, это два проекта, связанных с метро, это история, например, по такие вымышленные растения, которые растут на былых полях сражения, а не полые изнутри. И ветераны любят приходить, засовывать голову в дупло этих растений и выкрикивать в них все проклятия о войне, которые они пережили. Это такое дерево, которое на трех уровнях метро в Бельгии, в Брюсселе. Может быть, станция Ильеж, бельгийский город, родной город, Кореона, станция в Парижском метро, он придумывает прекрасную историю про бывшего смотрителя этой станции, тогда еще были смотрители станции, которому бесконечно нравилось произносить слово «льеж». Оно погружало его в ментальное путешествие, и потом, когда он исписывал граффити свою эту станцию, потом его записи положили на музыку, ансамбль экспериментальной музыки при экране, а другой смотритель этой станции собирал в этой подсобке растущие на путях метро растения, которые были все белого цвета, и поэтому получился такой «льежский лес». Действительно, это официальная станция, официальные лица французские открывали эту инсталляцию. То есть, опять-таки, еще одна история, которая помещается внутрь парижского метро. Но еще один формат, с которым Кореон в результате стал работать, какой может быть еще способ рассказывания истории, это театр. И он сейчас делает уникальный театр художника. Началось все с такой экскурсии по памятным местам Аскара Сертик, где были вот такие два симпатичных гида, которые рассказывали экскурсии по местам вымышленного великого писателя. Он все-таки писателем у него в результате стал. Это могут быть целые саги, забытый дьявол про то, как готические истории про бывшего кукольника и его сына, который не хочет заниматься кукольным театром, пакт с дьяволом, который хочет... Ну, такие уже действительно полноценные сказки во многих частях. Но это театр без актеров, с актерами, но театр в основном театр предметов. И, может быть, как ни странно, самое зрелищное, что делает Кореон, это не инсталляция, а именно театральные постановки, где этими объектами наконец можно манипулировать, где может быть путешествие в поисках реки с самым красивым именем, где может быть история про комментаторов, про то, как в Японии во времена анимового кино были комментаторы, профессиональные рассказчики, которые в прямом времени озвучивали фильм, рассказывая свои истории, так же, как топеры были в кино. Это может быть история про человека, которого так потрясла выставка Ричарда Сера, на которой он побывал, что он лишился дара речи и хотел просто не говорить пока это ощущение, это прекрасное чистоты этой выставки не рассосется, но оно никак не уходило, и поэтому этот человек решил предложить свои услуги, поскольку надо же как-то выживать, не разговаривая. В качестве орнаментального отшельника в 18 веке была такая привычка, богатые люди в своих роскошных парках заводили для красоты отшельника, в скиту, чтобы он там сидел, и этот человек решает стать таким отшельником. Это может быть история про Мандельштама, который рассказывает, который сидит в лагере, и чтобы выжить рассказывает историю своим, тем, с кем он сидит одновременно. Это может быть история, это может быть целый музей, музей матросской песни, который тоже со всякими предметиками. Покажите, пожалуйста, третье видео. Покажите, пожалуйста, И опять-таки интересно, что один из его проектов это проект про музей, каким образом музей становится местом истории, каким образом наука может быть тоже местом истории. Это проект «Абсолютный ноль», который он делает в соавторстве с университетом и с факультетом квантовой физики, где он пытается рассказать эти, так, чтобы было понятно, что такое принципы квантовой физики, но получается у него при этом печальная история о том, как бессмысленно наше существо бытие, как одинок человек в мире. И это может быть переосмысление уже существующего музея, потому что в музее может быть очень много предметов, но не хватает истории. И вот для недавно открывшегося музея в Монако, который располагается на вилле, некогда принадлежавшей неизвестному художнику, где, видимо, висят работы этого художника, он придумывает целый сюжет, где есть Монако же, где есть колодок, где есть ацтекская игра в карты, которую реконструировали, в которую любил играть Генри Джеймс, который якобы жил в Монако и даже написал роман про обитателей Монако, хотя нет у него такого романа. Там же есть история про насекомых, которые пожирают, в качестве мемикрии пожирают кусочки краски с той поверхности. Для того, чтобы реконструировать эту поверхность, нужно просто раздавить это насекомое, реконструкция картины. То есть получается огромное количество историй, которые, собственно говоря, вопрос в том, почему человек с таким невероятным воображением и невероятным, действительно, даром придумывать историю и не хочет быть писателем. Что в этих историях ценно? В этих историях ценно, что в отличие от романа, что эта история привязана к определенному пространству, к определенному действию. Это литература, в которой есть модное слово, это прикарная литература, это литература, которая ничем не гарантирована, это литература, которая эфемерна, это литература, которая временна. Мы не можем купить книгу про Аскара Сарти, прочесть всю его биографию, Хотя наверняка это очень увлекательно. Мы даже не знаем, существует ли она целиком. Это какими-то вспышками появляется этот фрагмент, этот фрагмент, этот фрагмент. Он существует только в том или ином пространстве. То есть это что-то, что делает литературу и истории более реальными, чем это бывает с романом, потому что каждый раз это привязано к определенному месту, каждый раз именно это место, галерея или площадь, или подвал, трансформируется в место действия. Но одновременно это то, что делает литературу эфемерной, к ней нельзя вернуться, ее нельзя перечитать. И то, что заставляет, наверное, нас ее ценить в большей степени, чем если бы это было собрание сочинений, экранизированное в виде нескольких франшиз. Спасибо. У кого-нибудь будут вопросы? Нет, ни у кого. Ну, тогда, Ирина, спасибо вам большое. Было очень интересно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.